Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Новые назначения в правительстве Самарской области. Именно озвучил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании. 10 каштанов из 16 либ высадили в парке Победы. Депутаты городской думы провели мероприятие, приуроченное ко дню отца. Водорослям крышка. В Самаре экологи при поддержке городских властей выпустили в Волгу 12,5 тысяч мальков толстолобика и сазана. Она была и драматической, и комедийной актрисой. О феномене Инны Чуриковой рассказали самарцам в музее-галерее Заварка. Губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании объявил о новых назначениях в правительстве региона. Речь также шла о проблемах, возникших с началом отопительного сезона, и о своевременном обеспечении льготными лекарствами жителей Самарской области. Подробности в нашем сюжете. Оперативное совещание под руководством губернатора Вячеслава Федорищева началось с новых назначений в правительстве региона. Первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области назначен Сергей Карпов. Ранее он работал министром транспорта Республики Крым. Временно исполняющий министр лесного хозяйства и природопользования Самарской области стал Артем Ефимов. У него большой опыт работы в природоохранной сфере. Исполняющим обязанности главы Безенчукского района стал Дмитрий Вавилов. Одной из главных тем совещания стало начало отопительного сезона. В Самарской области неподключенными к отоплению остаются 12 домов, расположенных в областной столице. Тепло должно прийти в них уже сегодня, заявил губернатор. Людей тревожит объективно абсолютно, что не разрешена перекладка тепловых сетей. Причем это и приводит к конкретным неподключениям отсутствия тепла. И вообще концептуально у всех очень наболевший вопрос, а почему? Мы планируем свою деятельность, а потом ресурсоснабжающие компании так, что все равно осенью перекладываем трубы. Глава региона заявил, что в конце месяца состоится предметное разбирательство, где будут сформированы подходы к подготовке к отопительному сезону в следующем году. Еще одна актуальная проблема – своевременное обеспечение населения льготными лекарствами. Сейчас регион обеспечивает льготными лекарствами инвалидов, людей, имеющих орфанные заболевания, а также тех, кто перенес операции на сердце. По состоянию на 1 сентября численность лиц, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках этой программы, составляет 25 тысяч человек и процент обеспечения более 99. Для них выписано и отпущено более 250 тысяч рецептов на сумму 217 миллионов рублей. В Самарской области необходимо правильно организовывать закупку лекарств, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Сейчас есть случаи, когда торги проводятся слишком долго, и лекарства поступают к пациентам с сильной задержкой. Это очень показательный случай, когда мы в целом системно подходим не совсем корректно к своей работе. Первое – с точки зрения доведения средств. Конечно же, для правильной организации закупок в большинстве своем необходимо в начале года уже иметь возможность их закупать. Да, есть некоторые вещи, которые сезонные, но это не 40%. Мы говорили о том, что нам необходимо централизовать закупки в целом по системе правительства. Говорили об этом с точки зрения строительства. И, конечно же, в здравоохранении, где большой объем закупок идет. И разные учреждения, с одной стороны, по своим направлениям занимаются, с другой стороны, нам необходимо это централизовать. Губернатор распорядился, чтобы Министерство здравоохранения разработало план исправления ситуации. Его рассмотрят в ближайшие две недели. Андрей Бессонов, Виктория Шарая. События. В Самаре идет подготовка к параду памяти. В 1941 году Куйбышев получил статус запасной столицы. В город на Волге было эвакуировано более 40 заводов со всей страны. 7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся крупнейший военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять боевой дух советских людей. Парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пролетели 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Также парад в запасной столице был самым многочисленным. В нем приняли участие 25 600 человек. В память о тех событиях в Самаре проводят парад памяти. В этом году он состоится в 14-й раз. Губернатор Вячеслав Федорищев на заседании Оргкомитета, посвященном Параду памяти, отметил, что он является одним из самых значимых патриотических проектов современной России и призвал подойти к его подготовке творчески. В этом году ключевая тема – наша семья, наша победа. К проведению парада привлекут новых участников. Также будут охвачены разные регионы и страны. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что семья – это не просто основа государства и общества. Это стержень нравственности. В Параде памяти примет участие герой России Иван Жарский. Когда боец был юно-армейцем, он ходил в составе патриотического марша в Самаре. Иван управляет батареей противотанковых управляемых ракет, уничтожил немецкий танк «Леопард» и американский «Брэдли». Также в этом году впервые в истории парадные расчеты будут сопровождать музыковое исполнение Центрального военного оркестра Минобороны Российской Федерации. Я помню, когда в 1975 году, уже очень далеком, я был еще маленьким ребенком, и с дедушкой приехал сюда, на площадь Славы. И здесь 9 мая 1975 года было море, был океан участников Великой Отечественной войны. Это были тогда еще молодые люди, вокруг 50 лет, здоровые, полные жизни, в боевых наградах. Они излучали такую жизнерадостность. Это был праздник, объединявший людей, которые прошли дорогами войны и одержали вот эту историческую победу. И сегодня, конечно же, придет время, когда на этой площади появятся уже потомки наших героев, которые уже сегодня заслужили ордена. Многие из них повторяют подвиги своих дедов, своих прадедов. И мы ждем этого Дня Победы. В рядах вооруженных сил нашей страны воюет геройские, очень много наших земляков. Поэтому вот эта связка, вот эта патриотическая, которая есть, корни наши, они идут из Великой Отечественной войны в день сегодняшний. И без, конечно, патриотической работы, которая у нас проходит в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, конечно, представить наше общество с такой любовью к родине, с патриотизмом невозможно. Подготовку к параду памяти обсудили и на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Его провел исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Также затронули темы подготовки коммунальных служб к работе в зимний период и вопросы отопительного сезона. Подробнее в нашем сюжете. На площади Куйбышева начинают подготовку к параду памяти. Будет установлено несколько трибун для гостей. В день шествия рядом с площадью будет ограничено движение транспорта, но при этом увеличит количество транспорта общественного. Эти вопросы подготовки обсуждали на совещании в городской администрации под руководством исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова. Говорили также и о сопровождающих мероприятиях. Пройдет несколько акций для участников Великой Отечественной войны и семей участников СВО. Множество тематических встреч состоятся в учреждениях культуры. Кроме того, проведут традиционные патриотические акции в школах. А 17 отрядов кадетов и юнормейцев сами станут участниками парада. Понимаем, что основная задача наша о том, чтобы об этом важном событии знал каждый ученик города Самары, о том, чтобы ценил это весомое мероприятие для жителей города. Обсудили и текущую работу по включению отопления в городе. На сегодняшний день все котельные в городе работают. На городскую горячую линию по вопросам подачи тепла с начала сезона поступило более полутора тысяч звонков. 99,9% обращений отработаны, остальные еще в работе. Исполняющий обязанности главы города Иван Москов поручил таким заявкам уделять приоритетное внимание и оперативно решать возникающие вопросы. У нас с вами вопрос по аварийности на сетях. Причем адреса, судя по всему, одни и те же, по крайней мере, с того, что я вижу. Дозапустить оставшиеся дома, составлять карту основных аварий, соответственно, владельцев сетей. Давайте срочно готовить программу. В следующем году мы должны как минимум это ликвидировать. Вот в этих местах нам нужно с вами в ближайшее время предоставить программу реконструкции сетей губернатору с адресным перечнем, с объемом средств. Еще один вопрос, который обсуждали на совещании – подготовка служб благоустройства к работе в зимний период. Для очистки города от снега планируется привлечь до 540 единиц техники, в том числе собственной и дополнительно привлеченной в рамках дополнительных контрактов с различными предприятиями. Сейчас 62% техники подготовлены к работе, остальные задействованы в текущей работе по уборке. Также по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в городе разработают меры для привлечения людей на работу на должности механизаторов и дворников, чтобы полностью покрыть необходимость в кадровом обеспечении. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер социальной поддержки. Я с Донбасса. Приехали с женой, с детьми. Так как были военные действия, уже год как были они, поэтому мы приехали, потому что дети маленькие. Дети как бы подросли, уже могут помочь матери, моей жене. Это я согласился, чтобы поддержать своих. Потому что мой родной город сейчас в оккупации в Украине. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства. Аллея отцов появилась в Самарском парке Победы. 26 деревьев высадили депутаты городской думы вместе с активистами. За процессом наблюдала Елизавета Прокопенкова. Родить сына, посадить дерево. Депутаты Самарской городской думы и общественники посадили аллею отцов вместе со своими детьми в парке Победы. В этом они патриотизм учатся. От этого начинается любить родину, любить свою землю и свой город, где ты живешь. Появление аллеи приурочено ко дню отца. Праздник отмечают каждое третье в воскресенье октября. Мы должны с вами показывать пример. Пример своим детям. Пример другим. Семейные ценности, семейные традиции, которые есть у нас в России. Именно их мы сохраняем и в том числе показываем здесь пример. В России у нас они есть, уверен, и будут, и будут продолжаться веками. Парк украсили 26 саженцев. Из них 10 – каштаны, а остальные 16 – липы. На примере старших, сегодня вот дети, которые пришли вместе с нами разных возрастов, от самых маленьких до постарше. Я думаю, что впитают это в себя. Это пройдет время, и они тоже так же будут в парках, скверах, в предмолвовых территориях продолжать озеленять. Новые деревья не только улучшат экологию города, но и будут напоминать о важности роли отца в воспитании детей. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Яркий аккорд длительной работы. 12,5 тысяч мальков выпустили в Волгу самарские волонтеры совместно с саратовскими партнерами. Мероприятие прошло при поддержке городских властей. Активисты собирали пластиковые крышки от бутылок. В этом им помогали самарские школьники. Крышки сдали на переработку, а на вырученные средства закупили рыбу. Слово Виктории Шарой. Они не ждут, когда приплывет золотая рыбка и исполнит мечты. Сами воплощают задуманное в жизнь. Саратовские эко-волонтеры вместе с самарскими партнерами при поддержке Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары выпустили в Волгу мальков-сазанов и толстолобиков. В течение полугода активисты собирали пластиковые крышки от бутылок. В этом им помогали самарские школьники, их учителя и родители. Сдали крышки на переработку, а на вырученные средства закупили партию мальков. С организацией мероприятия помогли городские власти. Важно было провести его в центре города, чтобы дети, которые так долго собирали крышки, могли поучаствовать и в самом главном финальном процессе. Сегодня у нас мероприятие по выпуску малька. Сегодня выпускаем 12,5 тысяч малька. Это сазан, толстолобик. Это, конечно, мероприятие тоже очень значимое для поддержки экосистемы, для биоразнообразия. Своей страны будем дальше поддерживать. Администрация, она департаменты и по выбору территории, по очистке. Мы его в общей степени поддерживаем и в дальнейшем будем поддерживать. Для того, чтобы купить одну такую рыбу, нужно собрать 100 пластиковых крышек от бутылок. За полгода совместной работы экологов, а также учеников самарских школ и их учителей, удалось собрать такое количество пробок, что купили 12,5 тысяч мальков, толстолобиков и сазанов. Польза от такой акции для природы двойная. Во-первых, пластик не будет десятилетиями скапливаться на мусорном полигоне, его переработают и он снова послужит людям. А во-вторых, Волга станет чище. После строительства ГЭС, которая встала на пути некоторых видов рыбок к местам нереста, ее поголовье в Волге сократилось, а та, что осталось, не справляется с объемом водорослей. Они разрастаются и загрязняют воду. Сазаны за 2-3 года набирают вес в 3-4 килограмма и способны в сутки съесть объем водорослей, сопоставимый с их собственным весом. Они растительноядные, они очень прожорливые, поедают камыш, водоросли, которые излишне разрастаются в нашей Волге из-за антропогенной нагрузки. То есть у нас Волга цвести начинает рано, зарастает. И вот как раз эти рыбы помогают естественному очищению Волги. Сегодня происходит невероятное мероприятие. Благодаря поддержке фонда президентских грантов мы смогли реализовать наш любимый проект из города Саратова. В Саратове мы выпускаем уже с 2021 года. Нашему проекту 4 года и 7 выпусков в Саратове уже прошло. Мы выпустили больше 214 тысяч мальков белого амура Сазана-Полстолобика в Волгоградское водохранилище. Но так как Волга испытывает абсолютно на каждом своем участке одни и те же проблемы, одни и те же сложности, поэтому наш проект сегодня отзывается абсолютно всем волжанам. Сазан – это волжская рыба. Она будет нереститься и давать потомство. А толстолобик – дальневосточный вид рыбы, который не размножается в волжской воде. Но, по мнению рыбных миллиораторов, такие виды рыб, как белый амур и толстолобик, очень хорошо показывают себя как поедатели лишней растительности в волжской воде. Их стали выпускать в Волгу еще в те годы, когда началось строительство ГЭС. Виктория Шарая, Валерий Майоров, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, помогают ли они своей второй половинке с выбором одежды. Да, мужчины, они более свободны в выборе. Иногда приходится подсказывать. Время от времени, да. Но вообще он мальчик самостоятельный, иногда и сам справляется. Нет, сам самостоятельный. К сожалению, я вдова. А если бы был, то помогала. А как же? Решаем за него, можно сказать. Нет, у меня у мужа прекрасный вкус, и даже он иногда мне помогает с выбором одежды. Она была и драматической, и комедийной актрисой. Привлекала одновременно своей обыденностью и индивидуальностью. По всем сложившимся канонам не должна была стать знаменитостью, но стала звездой всесоюзного и европейского масштаба. О феномене Инны Чуриковой рассказали о самарцам в музее-галерее «Заварка». Мы побывали на лекции и готовы поделиться подробностями. В 1970 году на советские экраны вышел фильм Глеба Панфилова «Начало» в главной роли Инна Чурикова. Она играет провинциальную советскую девушку-работницу фабрики, которую приглашают сняться в фильме в роли Жанны Дарк. Кинокартину признали лучшей режиссерской работой. Фильм успешно дебютировал в Венеции, открывал Нью-Йоркский кинофестиваль 1971 года. В чем его многогранность и знаковость, и какую роль он сыграл в творчестве семейного союза Панфилова и Чуриковой, посетителям галереи «Заварка» рассказала историк кино, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Наталья Рябчикова. Она представила зрителям книгу, написанную в соавторстве, с историком кино и анимацией, издателем Станиславом Дединским. «Начало» или фильм о Жанне Дарк. Несколько пластов в этом фильме очень интересно, очень великательно переплетаются. Съемки фильма про Жанну Дарк и, собственно, жизнь этого обычного советского городка. И нам показалось, что сейчас очень важно посмотреть на то, как Глеб Панфилов тогда, в 60-е годы, видел вообще то, как работает кинематограф советский, то, как вообще жизнь течет в советских городах. И Инна Чурикова, для нее эта картина стала рубежной. Именно после нее она, собственно, стала звездой. Не только всесоюзного, но и европейского масштаба. Наталья Рябчикова рассказала, как проходили кинопробы. Кто еще из известных актеров и режиссеров мог появиться в кадре? Какие подводные камни приходилось обходить съемочной группе, чтобы успешно совершить фильм? И главное, как, казалось бы, не звездная внешность Инны Чуриковой помогла ей добиться успеха в кино. Я солидарна, наверное, с теми зрителями, которые писали ей письма после того, как увидели в фильме «Начало». Мы эти письма тоже нашли и включили в книгу. Она была, с одной стороны, похожа на обычного человека. Она не была классической красавицей. Она была женщиной, с которой могли себя ассоциировать очень многие. Но при этом она не боялась быть собой. И вот это сочетание обыденности и индивидуальности, и смелости быть индивидуальной – это то, что было видно в 60-е, то, что привлекло зрителей, и то, что, мне кажется, должно привлекать и сейчас. Встреча прошла в рамках лектория музея Ильдара Рязанова «Феномены кино». Кроме того, что Инна Михайловна Чурикова была близким другом семьи Ильдара Рязанова, они очень много работали, общались. Но и, в принципе, наш отечественный кинематограф, который состоит из целого сонма больших, знаковых, неповторимых имен, в том числе и Инна Михайловна Чурикова, и Глеб Панфилов, который снял это кино, которое, наверное, ни с чем невозможно сравнить. На его примере можно говорить и о феномене кино 60-х, и авторского кинематографа. То есть фильм, который раскрывает огромное количество аспектов о нашем великом, неповторимом отечественном кинематографе. Следующая встреча в рамках цикла «Феномены кино» пройдет в ноябре. Ее приурочат к дню рождения Эльдара Рязанова. В Самару приедет кандидат искусствоведения, киновед и историк кино Евгений Марголит, который расскажет об учителе Рязанова, советском режиссере и сценаристе Григории Козинцеве. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События. Крылья Советов и Акрон не смогли победить в 12-м туре Чемпионата России по футболу. Баскетболисты Самары разгромили соперников из Астаны, а Дарья Касаткина взяла второй теннисный трофей в этом сезоне. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов Тем не менее, Крылья поднялись в турнирной таблице на 9-е место. На одну строчку ниже в таблице располагается Тольяттинский Акрон. Волжане в матче 12-го тура принимали Питерский Зенит. Как и соседи по региону, Акрон тоже доигрывал матч в меньшинстве. Только удаление Савичева на исход матча не повлияло, поскольку произошло в середине второго тайма при счете 0-4. Гости трижды отличились еще до перерыва. Еще раз забили через 7 минут после паузы. А в концовке Артур установил окончательный результат. 0-5 поражение Акрона. Баскетболисты Самары в рамках единой лиги дома принимали Астану. Хозяева паркета долго раскачивались, не набрав ни одного очка за первые три минуты. Но затем нападение наладилось, и самарцы взяли игру под свой контроль. Волжане уверенно победили в каждой отдельно взятой четверти и спокойно удерживали лидерство. 91-57 победа Самары. Хоккеисты Лады завершили дальневосточные турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После разгрома в первой встрече игроки Адмирала из Владивостока были настроены взять у тольяттинцев реванш. Однако в первом периоде команды лишь обменялись голами. А вот во второй 20-ти минутке моряки обеспечили себе комфортное преимущество, которое и удерживали до конца матча. Гости предпринимали попытки отыграться, но лишь сократили разницу до двух шайб. 3-5 поражение Лады. Теннисистка Дарья Касаткина завоевала свой второй трофей в этом сезоне и восьмой в карьере. На турнире категории WTA500 в китайском Нинбу уроженка Тольятти дошла до финала, где играла против соотечественницы Миры Андреевой, для которой это был первый личный финал в карьере. Более опытная Дарья уверенно выиграла первый сет, после чего упустила инициативу. И вернуться в игру смогла лишь при счете 0-3 в третьей партии и перевернула ход встречи. Победа 6-0-4-6-6-4. Благодаря этой победе Касаткина возвращается в топ-10 мирового рейтинга. Теперь она на девятом месте. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Каждый день дети выходят на улицу и становятся участниками дорожного движения, напоминает администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской. Очень часто школьники нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Воспитывать грамотного пешехода, обучать правилам дорожного движения, наблюдательности и ориентации в условиях дорожной обстановки необходимо с раннего возраста. Помните взрослый пример для подражания в соблюдении правил дорожного движения. Пять важных правил безопасности, которые должны знать дети, размещены в карточках. Деньги вместо земельного участка смогут выбрать многодетные семьи в Самарской области, напоминает администрация железнодорожного района. Соответствующий законопроект разработало и региональное правительство. Он позволит всем многодетным семьям с 1 января 2025 года получать деньги на покупку жилья или земельного участка, а также на строительство и реконструкцию. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что средства можно будет использовать и на дачные домики. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в регионе предусмотрены дополнительные меры поддержки учителей. Те, кто работает в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья. Меры поддержки, разработанные администрацией Самары, позволят привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационные выплаты носят заявительный характер и предоставляются в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова